Давай, покажемся во всей красе. Скажи что-нибудь, ну-ка скажи что-нибудь. Бе-бе-бе-бе-бе. Нет, не говорит. Общаться с незнакомцами Глаша не отказывается. С удовольствием грызет палец и шнурки на ботинках. Но как только в помещение входит Татьяна Хомякова, бросает все дела и прыгает на руки. Она за нами теперь как хвостик ходит. Наверное, пожила с собаками, решила, что она тоже немножко собака. То есть ходит хвостом, узнает всех, уже делает попытки залезть куда-то на диван, прыгать, скакать. То есть как ведут себя маленькие козлята. В зооклинику верный друг козочка поступила чуть меньше двух недель назад, в четырехдневном возрасте. Мама коза от нее отказалась. Малышка родилась недоношенной, а вот люди решили дать ей шанс. Кормит беспокойная четвероногая по часам. Она уверенно прибавляет в весе и хочет подружиться со всеми. Интересуется всем, особенно собаками. То есть ей очень интересно, кто там сидит напротив нее и лает. То есть подойдет, посмотрит, отойдет. А в основном она как бы, ну как и все маленькие дети. Да, ей все интересно, все познаем, познаем, да, все вот пощупать, потрогать, все на зубок. Как говорит Татьяна, для нее знакомство с обычным сельскохозяйственным животным было в новинку, даже таким маленьким. Пришлось вспоминать, как лечить, кормить, ухаживать. Сейчас козочка купается во внимании, но скоро им придется расстаться. В конце месяца ручную глашу заберет к себе известная зоозащитница Ульяна Наумова. Не знаю даже, как будем расставаться с ней на самом деле. То есть, ну да, все знают мою любовь к собакам. Но с собаками научились как бы расставаться, да, в том плане то, что знаем там на стерилизацию через 7 месяцев, опять увидимся. То есть судьбу всегда как бы проходят каждые 4 месяца, а не через нас. Понятно, что через соцсети мы будем видеть за ее судьбой, но жалко, наверное, конечно, будет. К таким условиям козочка уже привыкла, подружилась с другими питомцами. Но расставаться с людьми надолго не может и совсем по-детски плачет, оставаясь без своей зоомамы. Наталья Тюрина, Павел Плобаев. Наш Новости.